Рязанцы Для участия в конкурсе приехали 49 исполнителей из 9 стран мира. Австрия, Китай, Республики Корея, Канада, Италия, Литвы, Германия, США и, конечно, России. Они разделены на две возрастные группы – младшую от 12 до 18 лет и старшую от 19 до 30. Дети, они очень естественны в своих проявлениях. И зачастую, когда я слышу младшую группу и старшую группу, мне гораздо больше нравится младшая группа, потому что они играют очень естественно, фразируют, естественный звук у них какой-то, понимаете, они не напрягаются. Они играют от души, что называется. Напомним, что в рамках национального проекта «Культура» для конкурса были приобретены новые музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование. Также на средства резервного фонда правительства Рязанской области был куплен новый концертный рояль. Мы с вами, вот учась в школе, наше поколение, ведь мы все были музыкантами, мы играли на фортепиано, на баяне, у нас была невероятная мода на гитару, скрипка – это было высшее достижение. И вот мы бы хотели, чтобы на нашей древней земле зародилась эта традиция русской фортепианной музыки, которую мы могли бы, мы рязанцы, могли бы нести с вами по всей стране, по всем регионам. Участники выступят в филармонии и музыкальном колледже, где был капитально отремонтирован концертный зал. Каждый исполнит по три произведения. Здесь 4-й и 5-й Прокофьевы, здесь 4-й Рахмайенова, здесь все концерты Мэтнера, здесь концерты Хреникова, Щедрина, здесь концерты Римского-Корсакова, Балакирева, Глазунова, Танеева, Оренского, здесь те концерты, которые практически сейчас не играются. Понимаете, и современные концерты, концерт Шнитки, я видел в программе несколько концертов Шнитки. Участников оценят международные жюри. Лучшие композиции отберут на галоконцерт, который состоится 8 декабря. Пианисты выступят совместно с симфоническим оркестром и народным артистом России Николаем Луганским. Победитель получит 3,5 миллиона рублей. Галина Кудряшова, телекомпания «Город».